вяжем 32 ряд это ряд будет последний где мы будем вязать цветом пузико провязываем зеленым цветом 19 столбиков 19 столбик заканчиваем цветом пузико дальше вяжем 28 столбиков заканчиваем двадцать восьмой столбик зеленым и дальше вяжем 19 столбиков до конца ряда вяжем 33 ряд провязываем 15 столбиков в этом ряду мы уже не будем менять цвет пряжи вяжем только зеленым цветом дальше вяжем 4 столбика за заднюю полупетлю не за переднюю а за заднюю вот так 1 2 3 4 здесь у нас остаются полупетельки мы за них потом будем вывязывать губу дальше вяжем 28 столбиков и уже за обе петельки как обычно за обе петли так дальше вяжем снова 4 столбика за заднюю полупетлю 1 2 3 4 4 4 дальше провязываем 15 столбиков до конца ряда за обе петли за обе петли как обычно вяжем 12 тридцать четвертый ряд вяжем провязываем 19 столбиков дальше вяжем двадцать восемь столбиков за заднюю полупетлю 1 2 у нас тут получится такая как ступенечка небольшая и и заканчиваем ряд 19 столбиками за обе петли в ряду у нас количество петель не меняется как было шестьдесят шесть столбиков так и осталось вяжем 35 ряд в тридцать пятом ряду провязываем 9 столбиков убавка повторяем так шесть раз в ряду у нас получится 60 столбиков дальше вяжем тридцать шестой и тридцать седьмой столбик ой ряд без изменений 60 столбиков в ряду два ряда вяжем ровно тридцать восьмой ряд провязываем 8 столбиков убавка повторяем шесть раз так я здесь вот их каркас да у меня торчал я его загнула и за лентой изолировал вот как он сейчас выглядит коротенький такой стал нам здесь он не нужен длины чтобы в макушку не упирался его не было заметно и также хорошо набила тело вот такой шарик прям получился вяжем тридцать восьмой ряд 8 столбиков убавка повторяем шесть раз в ряду у нас получится 56 столбиков 54 столбика получится в ряду тридцать девятый ряд вяжем без изменений пятьдесят четыре столбика по кругу вяжем сороковой ряд провязываем 7 столбиков убавка повторяем шесть раз в ряду у нас получится сорок восемь столбиков вяжем сорок первый ряд провязываем 6 столбиков убавка повторяем 6 раз в ряду у нас сорок вяжем 6 столбиков вяжем 5 столбиков выпуска вяжем 6 столбиков убавку повторяем шесть раз в ряду у нас получится 36 столбиков столбиков вяжем 43 ряд провязываем 4 столбика убавка повторяем 6 раз в ряду у нас получится 30 столбиков я немного набила голову и так чтобы не очень не мешалось при вязании набивка вяжем 40 четвертый ряд провязываем 3 столбика убавка повторяем 6 раз в ряду получится 24 столбика сорок пятом ряду провязываем 2 столбика убавка повторяем 6 раз в ряду у нас получится 18 столбиков вяжем сорок шестой ряд провязываем 1 столбик убавка повторяем 6 раз в ряду у нас получится 12 столбиков я еще раз хорошо набила голову но не прямо в камень она мягенькая но форму такую приплюснутой придала в седьмом ряду провязываем убавки у меня всегда по-разному получается когда и 4 убавки хватает когда 5 чтоб почти закрылась отверстие так тихо провязываем соединительный столбик ниточку закрепляем обрезаем оставляя по длине и конец чтобы стянуть отверстие сделать тут красиво вот мы закончили тело ниточку спрятали отверстие стянули крепим нить к оставшимся полу петля будем вязать губу здесь у нас идет 4 полупетли нижние и потом верхние вот тут к этой 1 получается мы крепим у лягушки с правой стороны вот так себе головой развернули я прикрепила по этим четырем петлям провязываем 4 столбика без накида 1 2 3 4 провязали поднимаемся на ряд выше и вяжем дальше за оставшиеся полупетли 13 полустолбиков с накидом тут у нас будет 1 я прячу хвостик увязывая от закрепления так 13 полустолбиков с накидом переход немножко заметь провязали 13 полустолбиков с накидом теперь вяжем прибавку вначале провязываем столбик по полустолбик с накидом и в эту же петельку провязываем столбик с накидом вот такая прибавка и столбик с накидом рядышком у нас тоже будет такая прибавка только начнем ее со столбика с накидом вот ну да полноценного и закончим полустолбиком с накидом вот так вот такие две прибавки дальше 13 полустолбиков с накидом и закончим четырьмя столбиками без накида я провязала 13 полустолбиков и спускаюсь на один ряд ниже и провязываю четыре столбика обычных без накида 1 2 3 4 вот такая губа получилось эту ниточку я обрежу теперь закончим здесь вязание в эту же петельку куда провязали последний столбик сделаем соединительный столбик ниточку закрепим и обрежем оставляя конец по длине и мы будем делать ему тяжки чтоб лишний раз не крепить ничего утяжку будем делать для глаз вот так я возьму иголочку по длине и принципе здесь можно и короткой сделать утяжку кому как удобней так вот под последним столбиком я ввожу иглу глаза у нас будет располагаться на уровне вот этих четырех столбиков с этой стороны и с этой ну и примерно вот так макушка в принципе да от того где глаза будут их можно и здесь сделать их можно здесь сделать более впереди от этого и будет зависеть сам вид игрушки она как бы поменяет вот до взять эту у нее широко посажены глаза если они будут поуже посажены будет совсем другая моська у нее поэтому кому как нравится где будет у глаза располагаться тот там и делает утяжки я просто ориентируюсь на эти четыре столбика и где-то в середине между последним рядом и губой вывожу иголочку здесь немножко под затягиваем не сильно но подтянуть нужно и с этой стороны я закреплю ниточку чтобы при утяжке у нас губа не ушла не утянулась и вместе с глазами я здесь закреплю ниточку вот так мы зафиксируем и она не будет тянуть этот край ну и теперь мы сделаем один ряд вниз вывожу опять иголочку и вывожу я вот смотрим да здесь у нас вот губа вот губа тут и голая и примерно на одном уровне вывожу чуть-чуть подтянули здесь не нужно прям все точь-в-точь чтобы утяжка была на одном уровне на одном ряду глаза у нас разного размера и когда они пришлются даже если по ним были одного размера будет не видно где именно утягивали что на ряд ниже утяжка на ряд выше никакого значения не имеет это просто не будет заметно этого поэтому можно не бояться и спокойно утягивать потому что вот эти места утяжки они скроются глазами их не будет видно даже если не будет широковатыми ничего страшного узкие нам тоже не нужны поэтому немножко и в сторону отступаем чтобы сделать как бы ямку не узкой такой глубокой а широкой вот так я еще один раз утяну вниз спущусь и здесь вот так я немножко вот видите съехала сюда ничего страшного как это изменить я не буду ничего распускать я просто на два столбика вот так даже на два с половиной вперед выйду и сюда вернул в этот глаз и все все закроется глазами ничего видно не будет вот вот так и все тем более у меня с этой стороны будет маленький глаз с этой побольше и все прикроет это все я теперь закрепляю ниточку просто за это делаю ничего прятать не буду здесь вот закрепила обрезала и даже кончик оставила пусть он будет для его клеем смажу и потом сверху пришлю глаз все с утяжкой закончили вот такая голова ну все приступаем к вязанию глаз белой пряжи вяжем глаза в начале вяжем большой провязываем 2 петли и во вторую крючка провязываем 6 столбиков без накида провязали во втором ряду провязываем 6 прибавок в ряду получится 12 столбиков третий ряд провязываем 1 столбик прибавка повторяем так 6 раз в ряду у нас получится 18 столбиков столбиков дальше с четвертого по шестой ряд вяжем без изменений 18 столбиков в ряду всего получится 3 ряда провязали вяжем 7 ряд 1 столбик убавка повторяем 6 раз в ряду у нас получится 12 столбиков и когда провяжем можно набить глазик так я набила глазик вяжем 8 ряд провязываем 6 убавок все ниточку закрепляем обрезаем такой глазик у нас получился можно еще обрезать чтобы не торчало и не мешалось так один есть вяжем 2 голос он у нас маленький начинаем как обычно 2 воздушные петли во вторую от крючка 6 столбик во втором ряду провязываем 6 прибавок в итоге у нас получится 12 столбиков в ряду провязали дальше вяжем 3 4 ряд без изменений 12 столбиков в ряду провязали 2 ряда вяжем пятый ряд в пятом ряду провязываем 6 убавок я провяжу 3 убавки и набью глаз еще штук 2 убавки и все и соединительный столбик ниточку закрепили обрезали берем зеленую пряжу будем вязать века для больного глаз 2 воздушные петли во вторую от крючка 6 столбиков без накида во втором ряду провязываем 6 убавок и 6 6 прибавок и того в ряду у нас получится 12 столбиков третий ряд в третьем ряду один столбик прибавка повторяем 6 раз в ряду получится 18 столбиков четвертый и пятый ряд вяжем без изменений 18 столбиков в ряду вяжем 6 ряд провязываем 1 столбик убавка из полустолбика с накидом 1 полустолбик с накидом убавка из столбик с накидом 1 полустолбик с накидом и убавка из полустолбика с накидом и заканчиваем вязание одним столбиком без накидом и сейчас я в века капну клей сам глазики туда пришивать не буду ничего пусть немножко схватится просто вставим и приклеим его так продолжаем вязать 6 ряд убавку из полустолбика с накидом провязываем 1 столбик с накидом 1 столбик с накидом и запуталась 1 полустолбик с накидом так и убавка из столбика с накидом и 1 столбик с накидом так и убавка из столбика с накидом и убавка из столбика с накидом и столбик с накидом и провязываем соединительный столбик ниточку закрепляем обрезаем оставляя конец для пришивания на булавке крепим глаза смотрим расположение как нравится все ли вас устраивает и пришиваем потом мы приклеим зрачки затонируем все после пришивания так вот здесь я глаз неправильно прикрепила потому что ниточка видите да где она будет неудобно просто разворачиваем его так и крепим вот и все вот у нас губа здесь глаз здесь губа но у нас глаза разного размера поэтому будет как бы такая нестыковка немножко этот и повыше этот пониже поэтому найти прям чтобы все одинаково было да ну вот можно только по примеру если вы хотите на одном уровне по высоте тогда получится здесь от губы шире а у меня одинаково вот где губа и глаза может быть почти одинаково как бы это не важно для меня это роли больше не играет и пришла ну как удобно я всегда хватаю больше за полупетли ну как ну вот петелечку нахожу такой звук неприятный и за эту полупетелечку хватает весь столбик не захватываем и таким способом сильно не опускаемся туда прям оттуда ничего не захватываем и тут так же самое на глазу вот как есть вот сюда идем вот глазик мы его захватили теперь голова на уровне того места и пришиваем чтобы у нас ничего никуда не перевернулась не перетянуло все вот на уровне головы петельку глаза пришили ниточки все спрятали я приклеила зрачок уже правый глаз перед тем как приклеить на левый его немножко затонирую возьмем чуть-чуть красного именно белочек сделать кровавым таким чуть-чуть достаточно теперь можно клеить зрачок потом будем тонировать век 4 миллиметра на зрачки маленькие вот и все приклеим и тонируем это вот возьму синий и синяки тонируем весь весь глазик ну вот и все с оформлением пока что закончена вяжем шортики у меня не будет белым цветом набираем 30 воздушных петель цепочку такую и замыкаем ее круг соединительным столбиком вот так в первом ряду я наберу одну воздушную петлю подъема провяжу потом я провязывать их не буду буду вязать по спирали здесь просто чтобы чуть чуть легче было начать и вяжем по кругу 30 столбиков это у нас первый ряд так вяжем с 1 по 6 всего 6 рядов по 30 столбиков вяжем по спирали ну можете и замыкать ряды как кому удобнее на первой штанине ниточку обрезали на второй штанине мы ниточку не обрезаем вот я довязала 30 столбиков здесь у нас начало и я сейчас распущу 3 столбика вот так для того чтобы когда мы сейчас соединим эти штанины вот этот переход некрасивый он у нас был спрятан внутри ну между ног не не впереди не сзади его видно не было так берем вторую штанину и примерно ну вот отсюда начнем 1 2 3 3 столбик соединительная будет вот так будет лучше считать вот здесь у нас соединительный 12 я отсчитаю 2 ввожу крючок и ввожу крючок в следующий столбик второй штанин на которой нет не обрезан и вот так с вами будем их соединять соединяем 6 столбиками 1 2 3 4 5 6 все соединили ниточку я пока сюда я буду еще ввязывать вы можете не ввязывать как-нибудь и здесь закрепить спрятать я вижу и чтобы не закреплять поставим маркер начало ряда здесь и дальше вяжем по кругу по этой штане не переходим на эту вяжем 7 столбиков прибавка повторяем так 6 раз в ряду у нас должно получиться пятьдесят четыре столбика провязали и дальше назовем этот ряд соединительной до что мы соединили это будет у нас первый ряд независимо от того что здесь мы вязали и теперь со второго ряда по пятый ряд мы вяжем без изменений пятьдесят четыре столбика в ряду того получается мы вяжем четыре ряда еще ровно провязали 4 ряда закончили соединительным столбиком теперь будем вышивать полоски на шортиках складываем вот так вдоль и примерно по центру до бока черная ниточкой будем вышивать полосу так и креста вышиваем просто любыми стежками кому как удобно я оставлю конец вот ниточки чтоб ее потом запрятать чтобы не делать никаких узелков мобильный стежок я пиши а стр к есть в второй так это я широко всего надо получше примерно через два ряда стежки в принципе кому как нравится можно и каждый ряд можно через два можно через 4 так и вышиваем на один ряд до конца вот этот ряд не трогай немножко в сторону вышла выровняем так и немножко поступаем в сторону вышиваем еще одну в любую сторону вправо влево без разницы этих полосок вышли на три штучки центральная у нас есть и теперь ориентируюсь по центральной вот здесь еще одну вот так вышиваю потом с этой стороны вышиваем вот так две есть можно конечно в равнине нам надо это сделать у меня клуба то получилось что мы начнем с ними занимаемся с диногом как так 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 вот и все с этой стороны такие же полоски вышивая ниточку закрепляем и обрезаем полоски вышиты примеряем шортики надеваем одеваем вот так теперь булавочками закрепляем немножко чтобы не двигались удобнее было пришивать и будем пришивать так я буду пришивать за задние полупетельки шортиков она сама лягушонки через столбик продеваю вот так иголочку ну как бы останется такая окантовочка у нас до полупетли может она даже не сильно заметным не очень красиво я бы сказала но вот вот как у этого пришиваем за задние петли и передние петельки вот так остаются и получается такая полосочка и как раз здесь немножко они широкие получаются до в талии и немножко но если вы будете видеть что перекашивает до уходит куда-то то регулируем где пропускаем столбик где полтора столбика но чтобы сильно никуда у нас не съехали шорты пришили шорты пришили шортики вот так все выглядит теперь сразу на шортиках у меня тут по оставались обрезки до что вышивала полоски с этих обрезков сделаем бантик можно вышить по периметру стежки черненькие как будто это поясочек я не буду этого делать так это центр вот примерно три столбика центральных из этих столбиков завязываем бантик вот так обрезаем и я его еще вот где мы завязали узелочек проклею клеем чтобы он не развязалась пусть пропитывается потыкаем немножко чтоб ниточка пропиталась клеем вот так вот вот так вот вот и все шортиками закончили так на перчатках можно сделать как у этого да здесь стежки стежки и бантик или можно сделать как на шортах я сделаю как на шортах и сделаю это крючком просто втыкаем примерно по центру на 2 столбика завязываем потом проклеим второй завязываем таким же образом завязали и немножко проклеили и на втором покреем много-много-много пусть подсыхают наши бантики краса красавец получается пока у нас все подсыхает мы сделаем шнуровку можно сделать как настоящую шнуровку да ну я просто вышлю зигзаг вот как у этого парня туда-сюда 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 где пошире где положу так проще и быстрее находим центр белой ниточкой на кончике я сделала узелочек и примерно по центру будем вышивать так наряд теперь вверх и снова обратно давай-ка ты парень немножко ножки ниточка я взяла подлиннее потому что когда я первому вышивала взяла покороче у меня закончилась а потом как бы неудобно ниточки крепить так выходит между вот этими галочками зигзага у нас будет два ряда столбик здесь мы и как бы втыкаем мы в каждый ряд только с разных сторон вот два отступили такая и здесь на ряд ниже выводим вот так возвращаемся обратно 12 вводим и на ряд ниже ну это мой принцип понятен вот таким зигзагом идем 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 и где-то один-два-три не доходя 4 ряда до конца заканчиваем этот вышивать зигзаг шнуровок так как вышиваем вот такая шнуровочка у нас получилось я вышила пупочек и сейчас высшим ноздри отмерила вот где у нас две прибавки центр этих прибавок и примерно отступая три столбика в сторону 1 2 3 и повыше на три ряда сделаем утяжку мою утяжку на высшим ноздри два столбика в сторону и теперь тут что 1 2 3 1 2 3 так лучше отметить вот у нас центр 1 2 3 в сторону 1 2 3 вверх вводим иголочку из-за того что глаза разные я уже говорила да раньше из-за этого все сложно делать все кажется как бы к собака и такое потому что этот голос маленький голова уже как бы да совсем по-другому выглядит размер глаза имеет значение и утяжка тут дальше тут ближе как бы сложновато ориентироваться только на глаза поэтому ориентируемся на центр мордочки нормально получается все закрепляем ниточку ноздри вышили ниточки запрятали все проклеили все повышевали и такой красавец у нас получился спасибо всем кто смотрит мой канал кто подписывается на канал так же самым просто гостям моего канала кто заходит и смотрит вяжет до скорых встреч в новых видео пока пока пока